Добрый вечер Гомель. Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня мы выходим в прямой эфир для того, чтобы рассказать вам о настоящих героях. Это одежда и головные уборы самые настоящие. Именно в такой форме милиционеры примерно лет сто назад защищали наших сограждан от преступных элементов на улицах нашего города того периода времени. А этому мотоциклу, как говорят, скоро полстолетия. Но посмотрите, как прекрасно он сохранился. Интересно, сколько километров проехала эта техника, преследуя преступников? Кто они? Первые гомельские милиционеры. Как и от кого защищали наших сограждан в 20-х годах 20 века и какие вызовы принимают опера современности? Сегодня мы расскажем вам самые интересные моменты из истории становления нашей гомельской милиции. Мы расскажем вам о наших героях и, конечно же, познакомим с теми, кто пишет новые страницы в этой истории. Днем рождения белорусской милиции считается 4 марта 1917 года, когда отряды боевых дружин рабочих взяли под охрану наиболее важные государственные учреждения – почту и телеграф. В Гомеле 6 марта был создан объединенный исполком Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. Председателем исполкома избран прапорщик Севрук. В составе совета милицейская комиссия избрана одной из первых. Ей было поручено формирование рабочей милиции. Уже 8 марта отряды рабочей милиции и революционно настроенных солдат арестовали в городе Гомеле бывшего министра царского двора Фредерикса. 17 марта 1917 года Гомельским советом рабочих и солдатских депутатов принято временное положение о милиции города Гомеля. В обязанности первых отрядов городской милиции входило обеспечение общественной безопасности и поддержание революционного порядка на Гомельщине. Дорогие друзья, у меня в руках уникальная книга. Вы не поверите, но ее напечатали несколько дней назад. Это книга об истории нашей гомельской милиции. Она охватывает 100 лет. Это период от революции и гражданской войны до наших дней. Здесь более 300 страниц, около 600 фотографий, многие из них напечатаны впервые. На самом деле очень интересное и уникальное издание. Автор этой книги и не только он сегодня у нас в гостях. Я хочу познакомить наших телезрителей с нашим гостем Александром Некрашевичем, полковником милиции, автором этого уникального издания. И у нас в гостях сегодня Денис Новиков, соавтор книги. Я так понимаю, вас можно назвать этим большим таким званием. Расскажите еще, пожалуйста, вы капитан милиции и занимаете какую должность сегодня? Старший инспектор оперативного отдела штаба ОВД Гомельского области полковника. Ну вот. Очень приятно. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну а я с огромным удовольствием спешу представить нашего гостя. У нас сегодня в гостях руководитель клуба «Честь мундира» Владимир Колот. Приветствую. Добрый вечер. Сразу первый вопрос. Неожиданно такой визит в такой форме, в такой одежде. Это из какой эпохи у нас милиция? Я отражаю собой, вот, олицетворяю в форме. Это первая милиция, которая в освобожденном Гомеле уже наводила порядок после 1943 года. То есть мы, скажем так, отражающих такую форму, до 50-х годов именно такую форму носили и боролись с различными бандформированиями, которые достаточно наводнили послевоенный город. Вот. И на мне представлена именно такая униформа, много элементов оригинальных. То есть она чем и хороша, что мы ко дню столетия милиции сделали огромную работу, чтобы восстановить и скомплектовать комплекты. И сейчас совместный вот проект, дальше мы расскажем про него. Это вот униформа по всем основным эпохам советской милиции, уходящего уже. Отлично. У нас впереди целый час доброго вечера, за которым мы узнаем все и даже чуть больше. Наверное, примите наши поздравления. Такая история, да, в одной книге. Вместить, мне кажется, действительно 100 лет на 300 страниц – это очень-очень сложная задача. С чего начинали вообще, расскажите. Ну, идея книги родилась из-за того, что однажды мне попала печатная книга, которую пытались издать ветераны еще в 80-х годах. Сегодня она, по-моему, есть у нас, да? Нет, ее, к сожалению, здесь нету, да. Вот. Они пытались, но у них не получилось. В 90-е годы, значит, у нас был музей, так. Так, к сожалению, тогда решили, что при переходе определенных исторических эпох, так, решили, что он не совсем нужен. Значит, и тоже все эти материалы ушли в архивы. Попадаясь, они изредка вынудили меня, ну, так сказать, обратить на это внимание, что такой пласт, да, уходит, никто про него не знает. Вот это было первым побудительным, так сказать, мотивом для написания этой книги. Потому что, встречая отдельные, да, эпизоды воспоминаний сотрудников таких, как Мозырской милиции Шибута или Речицкой милиции Кручковского, да, вот их воспоминания сохранились. А вот все архивные материалы, которые были до войны в Гомельском КВД, да, УВД, к сожалению, в 41-м году здание управления милиции было разбомблено в щент, значит, и практически все, да, и личные дела сотрудников, и архивные материалы загорели, исчезли. Они сохранились частично в различных других ведомствах только. Вот этот пласт уходит, так. Ну, вы же каким-то образом восстанавливали эту историю, и с 40-е годы тоже отражены в вашей книге. Да, да. Часть из этих материалов сохранилась в КГБ, где мы... То есть вы и туда попали. Конечно, конечно. Здорово. Я просил коллег, да, они мне пошли на встречу. Значит, часть материала сохранилась так, потому что наши ведомства, ну, скажем так, периодически находились то вместе, то самораздельно, то вместе, то раздельно. Если я не ошибаюсь, это все-таки не первая книга об истории милиции. И, скажем, автором первого самого издания были вы. Эта книга, по-моему, была посвящена 50-летию, да? Да. Охватывала, нет, она охватывала 50-летний вот этот период. С 1917 по 1967 год. Но в процессе работы над первой книгой, так, выяснилось еще много дополнительных материалов. Ну, и та книга, если не ошибаюсь, была такая про истории, про золотоискатели, про то, как находили золото наши милиционеры. Ну, не совсем, да, про золотоискатели, да. А кто вот герой, а кто героин этой книги будут? А этот герой, как всегда, сотрудники милиции. Только намного больше и намного интереснее и с применением конкретных, да, раскрытий преступлений именно по городу Гомелю, по районам города Гомеля. Ну, вот, то, что все наиболее значимые преступления, которые происходили за 100 лет... Они вошли в эту книгу, друзья мои, ну, это замечательно, это действительно достойно этих аплодисментов. Вы знаете, немножечко, совсем немного, чтобы вот привлечь особое внимание к этому изданию, наших зрителей, давайте окунемся в эти 20-е годы прошлого века, в милицию. Первым милиционером были кто? Кто шел тогда в милицию? Это революция? Безусловно, да. Это обычные люди? Полицию сменили? Сначала чисто сословный принцип. Значит, рабочая крестьянская милиция. Она так и называлась РКМ. Рабочая крестьянская милиция. Значит, брали только тех, кто был предан, так сказать, новой власти, новым идеям революции. Исключение делали только в одном случае для специалистов сыска старой полиции, потому что надо все-таки было знать криминалистику, чтобы раскрывать выступление. Но и то, по мере обучения, значит, они всех старых этих, скажем так, сотрудников полиции увольняли. А требования в 20-е годы, я вот позволю себе зачитать. Да, пожалуйста. Да. Вот условия, предъявляемые к поступающим в Минскую школу милиции имени Фрунзе. Это 20-е годы. Зачитываю. Не меньше 21-го года и не больше 30-ти лет от роду. Быть физически вполне здоровым. Обладать знанием в объеме. А. По белорусскому языку. Общее знакомство с белорусским языком. Уметь читать и писать. То есть с белорусским языком были милиционеры? Конечно. По русскому языку уметь бегло и толково читать, уметь писать по прочитанному. Небольшой отрывок под диктовку без грубых грамматических ошибок. Как и написано. По арифметике знать четыре действия над целыми числами. Так. Сложение, вычитание, умножение и деление. Быть знакомы с метрической системой меры весом. То есть отжаться 90 раз таких не было требований, да, в 20-е годы? Спасибо большое. Очень интересно. Хочу немножко дополнить. По-моему, с такими знаниями можно сразу в прямой эфир выходить. Вот. Ну, Саш, ну мне кажется, это немножко маловато. Ну, хорошо, можно попробовать. Скажите, пожалуйста, а вот первые отряды милиции, они с кем боролись тогда, в 20-е годы? Ну, безусловно, всегда милиция, основная задача милиции, это борьба все-таки с уголовными преступлениями. Бандитизм, он был тут периодически в наиболее сложные периоды нашей истории. Вот решите обобщить немного про бандитизм, да, мой коллега? А давайте мы немножечко так раскроем секрет и, скажем, расскажем об участии Дениса в создании этой книги, потому что мы говорим о том, что он соавтор. Что это вообще обозначает, быть соавтором такого издания? Ну, сначала я немножко скажу, потом Денис дополнит. Значит, соавтор что подразумевает? Значит, я больше работал в архиве, так, ну, и больше занимался, скажем так, обобщением материалов. А вот поисками конкретных, отдельных исторических моментов, да, вот и занимался Денис. Интернет там, как более молодое пополнение или поколение, да? Литературу. Прообобщение, так. Вот уточнением всех этих самых самодеталей занимался тоже он. Потому что мы исходили из одного принципа. Если какие-то сведения невозможно было перепроверить, мы их не давали. Ну, в принципе, это очень правильная позиция, да, для любого писателя. Но, Денис, расскажите, с кем боролись первые милиционеры сто лет назад? Да, действительно, нужно сказать, что нашим коллегам, которые только начинали свой путь жизненный, трудовой, пришлось столкнуться с большим количеством трудностей. В частности, всем известно, что только закончилась война. В стране было очень тяжелое экономическое, социальное положение. На территории нашей современной области находилось большое количество солдат. Вот, военнопленные присутствовали, беженцы. И поэтому основных каких-то предприятий, средств заработка не было. Поэтому криминогенная обстановка была сложная. Причем, что бывшие солдаты-дезертиры, они старались объединиться в группы, как малозначисленные от 4-5 человек, так и до крупных соединений. И не совсем законным способом пытались себе заработать на лучшую жизнь. Этой ситуацией пользовались не совсем надежные элементы, которые за рубежа агенты приходили и так далее. И пытались дестабилизировать ситуацию. То есть, я поняла, все воровство процветало, очень большие разбои. Вот в вашей же книге есть, процитирую, если позволите. В 1923-1924 годах, наряду с борьбой с бандитизмом и уголовной преступностью, одной из важнейших задач милиции была борьба с пьянством, самогоноварением и незаконной парубкой леса. Прокомментируйте, пожалуйста. Значит, что я хочу сказать. Во время Гражданской войны и первые годы после ее, значит, правопорядок обеспечивался, ну, скажем так, на основании разных декретов, постановлений. Они были совершенно разные. Значит, часть правонарушений вообще не учитывалась. До середины 20-х годов вообще не было ответственности за пьянство. За самогоноварение было, а вот за само же пьянство не было. Значит, и оно приняло вообще угрожающие масштабы. Люди пили очень сильно. Да, очень сильно. Значит, как, цитату тоже, вот сам приведу из книги, начальник административного отдела, тогда он возглавлял и милицию губернии, значит, сказал так на одном из совещаний. Значит, по Носовичскому району, это Гомельский вот сейчас этот самый район, да, Носович, да, значит, самогонное курение, как тогда называлось, имеет такие тенденции, что оно конкурирует с магазинами центра шпирта. Вот так вот. Ну, вообще, конечно, в этой книге, я хочу еще обратить внимание, наши зрители, есть очень много интересных историй. Михайловский, такая легендарная личность, он погиб при исполнении в 1924 году, ну, по-моему, эта история тоже вошла в эту книгу. Да, 22 мая 1924 года на хуторе Жечи Стародубского района, этот район сейчас входит в состав Российской Федерации, значит, оттуда входил в состав Гомельской губернии, соответственно, так, был убит сельский учитель. Выехавший туда для расследования этого преступления начальник уголовного розыска Григорий Михайловский, значит, был захвачен бандитами, значит, и зверски убит. Значит, бандиты, конечно, не ушли от ответственности совместными усилиями, значит, губернского уголовного розыска и под самоприсодействием ВЧК тогда, ну, вернее, не ВЧК, а ГПУ уже, так. Они были задержаны и доставлены в Гомель, где, значит, соответственно, к ним были применены, как тогда и применялась, высшая мера социальной защиты. Ну, на самом деле, милиция действовала очень оперативно в те годы, по крайней мере, это видно по вашим историям в этой книге. Расскажите, Денис, историю про афериста Хасанова. Мне кажется, это одна из тех историй, которые заслуживают, да, пера Ильфа и Петрова. Да, действительно, я хотел отметить, что в книге о нашей милиции Александр Геннадьевич показал, как бы, довольно-таки интересную историю, которая немножко напоминает произведение Ильфа и Петрова. Это какой год, Хасанов? Это 25-й год. Я не буду раскрывать всех подробностей, чтобы читать и любила, и сохранить интригу. Расскажу, что в 1925 году в Гомельский рубисполком зашел молодой, приятно одетый мужчина, который представился одним из руководителей республик, пояснил, что он направляется из Крыма в Москву, по дороге его ограбили, вот, похитили документы и денежные средства. И попросил оказать ему содействие. Оказали? В прибытии, да, и так далее. Оказывали все, я так понимаю. Так сложилась судьба, что на момент его присутствия там же находился начальник Гомельской губ милиции Хавкин, вот, который, как бы, как подобает настоящему сотруднику правопорядка, решил эту информацию проверить, проявив смекалку, связался с коллегами из Минска, где уточнил словесный портрет председателя данного цикла, после чего слечил его, и уже к вечеру приняли решение данного гражданина задержать. То есть, такого, знаете, своеобразного гомельского Остапа Бендера, ну, поймали наша гомельская милиция, да? Ну, я не знаю, эта история действительно, и умения наших милиционеров заслуживают. Да, я бы уточнил, он еще и запросил журнал «Огонек», где была фотография заседания одного из президента. Какая прелесть, молодец. Действительно, даже позавидовать можно милиционерам 20-х годов, столкнуться с такими интересными личностями. Наверное, современная милиция скучает по таким героям-аперистам. Вы знаете, хотелось бы все-таки подвести к костюмам, которые находятся сегодня в нашей студии. Мы хотели бы проследить эволюцию костюма милиционера сегодня, и прежде чем Александр сейчас начнет это делать, скажите, у милиционера ведь не было единой формы, да? Ведь это люди, которые пришли с войны, да? Они... Ну, разрешите, я скажу, что до 9 ноября 1922 года, значит, формы в милиции никак не было как таковой. Использовалась военная форма различных, да, образцов. Единственное, что было, это знаки отличия. Значит, нарукауны и головной, как они там говорили, знаки, да, которые и отличали сотрудников милиции. Это были практически все отличия. Я думаю, через несколько минут мы как раз-таки вернемся к одежде милиционера. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Напомню, что это прямой эфир на телеканале «Беларусь-4 Гомель», программа «Добрый вечер, Гомель». Напомню, что мы сегодня всю нашу программу, этот весь эфирный час посвящаем замечательному событию столетию белорусской милиции. Напомню, у нас в гостях Владимир Колот, руководитель клуба «Честь мундира». Владимир, вот насколько реально через костюм, через детали можно восстановить те или иные события, ну, скажем, столетней давности? Ну, во-первых, костюм, он отражает сам по себе уже моду, стилистику каждого временного эпохи. И костюмы милиции, они также, как и военные костюмы, они идут одной линией. В принципе, стилистика и изменение униформы, они коснулись сначала армии, ну, либо параллельно, да, и также изменились стилистика костюма уже непосредственно и милиции. Ну, все-таки какие-то элементы, фасон, покровь, длина, как-то могут рассказать о каких-то особенностях, деталях, для чего же это было сделано? Ну, как, например, не относясь к милиции, вот рубашка-косоворотка, вот косой ворот, он был для чего-то специально сделан. Есть ли какие-то отличия у милицейской формы? Ну, отличия именно милицейской формы. Во-первых, как мы уже говорили, да, первая форма, она собой представляла остатки формы царской армии. Покажите. Тоже косоворотка, да. У нас здесь сегодня есть импровизированный музей, давайте пройдем туда и расскажем, что же у нас здесь сегодня представлено. Ну, у нас здесь представлены и основные этапы, да, советской униформы. Первый этап, это, в принципе, она очень достаточно похожа униформа на униформу царской армии. То есть здесь мы, если олицетворяем, да, сотрудника милиции первых годов, который раскрывал еще первые преступления именно уже в советский период. Значит, у него фуражка царского образца, она уже со звездой, уже советской. Первой звездой, это именно образец звезды, который был принят, соответственно, с полгом молотом. То есть до этой звезды звезд, так сказать, не было. Да, да, поэтому, как правило, изначально просто убирали царскую кокарду, да, когда появились, потому что не сразу, естественно, когда сделали революцию, никто же не планировал за год. Но форма зачастую, она осталась. И чем интересно, что, мы сами знаем, буденовки, да, буденовки и так далее, это все-таки, как выяснилось, уже не сразу это афишировалось, но это униформа, которая в 17-м году уже царская армия планировала перейти на новую униформу. И остатки те, там, где было в основном склада... Вышло из моды или все-таки что-то другое повлияло? Ну, вы знаете, сложно говорить, потому что Россия тогда вела войну о моде в тот период. Больше это было страданий, больше каких-то, даже, мы знаем, императрицы были в сестрах милосердия, то есть ни о моде не говорилось. Но там, где уже царская армия планировала перейти уже на новый этап униформы зачастую, да, появлялись головные уборы, шинели. Вот данная шинель, это как раз-таки она представляет собой именно шинель того образца, причем она оригинальная, она сохранилась в музее милиции у нас в Гомеле в областном. И если я правильно понимаю, все элементы, все детали тоже той эпохи, тех времен. Ну, здесь мы собрали, почему я говорю, что уходящего года мы в прошлом году, для нас новая тема совершенно по милиции, потому что мы с собой занимались Первые и Вторые мировые войны именно военным костюмом. И узнать про милицию больше, ну, нам пришлось, потому что мы собрались совместно сделать именно проект к столетию милиции, и поэтому практически в ряде элементов мы, то, что не хватало, мы добавили костюм именно оригинальных вещей, чтобы показать уже как можно насыщеннее образ полный сотрудников милиции от начала века. Разных эпох. Да, да, так точно. Ну, следующий образец, следующий костюм, ну, я скажу, что он уже как-то, на мой взгляд, попроще. Ну, здесь мы уже видим уставной уже образец, значит, 30-е годы. Уже далее вот этот костюм представляет, если тот у нас был 20-е годы, то это уже 30-е. Именно вот в таком костюме встретила милиция 1941 год. Кстати, шло ли разделение по сезонам? Зимняя, летняя форма? Ну, есть, так же, как и в армии, форма ношения, да, есть, принималось по временному периоду уже ношение зимней униформы, то есть далее уже к 40-м годам, если здесь донашивали, как уже говорилось, просто то, что было, попахи, и попахи бывало, что ходили летом, потому что просто не было другого головного убора. Что характерно, что по фотографиям, которые у нас есть уже в книге, да, мы можем руководствоваться, на Гомеле больше, чем в Буденовке, все-таки оставшиеся носили сотрудники первой милиции именно фуражки. То есть здесь, видимо, царских запасов каких-то не было, чтобы выдать униформу уже Буденовке уже, а все-таки носили фуражки. Именно уже фуражка была основным и зимой, и летом, как правило, головным убором, потому что тех же попах с царского периода тоже не хватало. Вот. Значит, что касается костюма, который уже у нас в 41-м году встретили наши, скажем, милиция города, не секрет, что милиция города вместе с ополченцами, также и с частями регулярной армии встретила непосредственно фашиста, и именно вот в такой форме сотрудники милиции обороняли наш город. Значит, звание — это отделенный командир, ныне это сержант милиции, то есть вот по кубарям. То есть тогда еще не было у нас погон, потому что погоны дальше уже, как я уже расскажу позже, как в 43-м году уже появились, согласно моего костюма. Но сотрудники милиции честью, и некоторые, конечно, положили, так это не раскрывается, но, естественно, большое количество сотрудников погибло из-за обороны города. Именно в такой униформе. Униформы — это летние, ХБ мы видим. Если раньше больше даже гимнастерки царские, они были суконные, то здесь уже больше было пыша, больше на зимний период гимнастерок. Здесь уже для удобства форма уже специализирована, уже подготавливалась. Следующий период. Ну, следующий период, я смотрю, здесь как-то уже побогаче фасон, и общий внешний вид создает впечатление, производит впечатление. Ну, потому что вы уже как бы подводили к этому вопросу, да, то есть уже мода и стилистика, уже, конечно, в 60-е годы, который отражает этот комплект, уже майора патрульной службы, все-таки уже и сукно было, очень достаточно выделки хорошие, и страна уже после войны непосредственно уже начала богатеть. Денег было побольше. Да, и можно было уже и каракуль использовать активнее в головных уборах, а не ушанки тогда еще, да. Ну, где немножко перескочили, хотелось еще больше рассказать про униформу, то, что на мне, то, что мы так образно сказали. А давайте. Да, давайте. Значит, сотрудники милиции строили зачастую вечером, помогали строительство города, который был разрушен, ночами иногда патрулировали, утром пытались как-то немножко отоспаться, но на них плечи больше всего легло, потому что так же, как и после любой войны, как и Первой мировой войны и Второй, огромное количество различных элементов, в частности, у нас на Гомельщине большие, так же были, как и в Западной Беларуси, определенный банк формирования, бывших полицаев и достаточно нечестных людей, естественно, в военный период, и когда обстановка экономическая слабая, их всегда было много. Поэтому до 50-х годов борьба шла сильная, С криминальными элементами. Да, и на мне как раз таки... Покажите, пожалуйста, нашему оператору ваш костюм, да, Владимир. Мы на мне видим полевое снаряжение, как раз таки довоенного образца, то есть вместе так же с НКВД и регулярными частями воинскими соединениями была целая войсковая операция, милиция проводила по борьбе с банформированием, потому что не так уж много раскрывается про это, но тысячи в тылу действительно засланных определенных организованных групп, начиная с польских, прибалтских сторон, засылались к нам в тыл на базе бывших полицаев, формировались такие же партизанские именно отряды, элементы, которые дестабилизировали обстановку у нас в республике. И это войсковые операции, и зачастую милиция не только вооружена была пистолетом ТТ, табельным оружием, а передавались и в оружие автоматическое, потому что достаточно много всего пришлось им пережить. Ну, за это тоже там в книге сказано, поэтому... А вот что располагается здесь, где обычно рация находится? Можно ли его посвистить? Действующие? Нет, конечно, можно посвистеть. Данная портупея, она очень похожа на царскую портупею, потому что первые команды зачастую иногда в бою кричать не получалось и не слышно во время боя. Свисток именно отдавались командой свистком. Владимир, то есть у нас сейчас есть реальный шанс услышать тот исторический свист, тот легендарный, который расслабился на улице города в каких годах? Я предлагаю вам посвистеть, тем более свисток в 20-х годах. В 20-х годах? Да, вы можете посвистеть, вот так же свистели в 20-х годах. Давайте это сделайте вы. Не забудьте о звуко-режиссерах, когда будете свистеть. Я понимаю, да. В общем, мы посвистели свисток, да. Ну попробуйте, будет что? Ну, я думаю, получится. Ну, уволь! Да не бойтесь, давайте громче. Спасибо. Вот, значит, и самый интересный момент, вот мы звание видим, как в армии, допустим, лейтенант, это две звездочки знают, именно в этот период военный, начиная, значит, это звание, вместе, так как милиция была с НКВД в одном госаппарате, звание старше, на одну звездочку старшего лейтенанта у меня, непосредственно милиции. То есть это такой, только в этот период звание военное, именно воинских соединений и милиция, и НКВД, они отличались на одно звание, было именно выше. Дальше, вот теперь мы переходим уже к 60-м годам, здесь все хорошо, звание, как в армии, здесь майора, также такое же звание непосредственно... И на пол рукава начальник патруля, чтобы было видно издалека. Ну, в основном тогда уже таких бандформирований не было, больше боролись с пьяницами, как правило. Мне кажется, что вот последний костюм я видела в книге, да? Скажите, пожалуйста, Александр, все верно? Да, это оригинальный костюм уникального человека, участкового инспектора Адама Ивановича Иванова. То есть это еще и именной. Старший участковый инспектор ОВД Будо-Кошелевского райисполкома. Этот уникальный человек, по-другому сказать нельзя, значит, он единственный в республике, который в звании участкового инспектора получил звание подполковник милиции. И единственный в республике, кто был награжден за свой труд орденом Ленина. По тем временам... По тем временам это было, ну, скажем так, уникальное. Уникальная награда и уникальный человек. Ну, как мы понимаем, в этом импровизированном музее просто можно проследить всю эпоху эволюции костюма и некоторых исторических событий. Владимир. Саш, мне кажется, я Владимира где-то видела. Я, Наталья, я расскажу, где ты его видела. Ты видела Владимира в кино. Давайте коснемся вашей кинокарьеры. Истории милиции в лицах. Документальный фильм. Это совместная работа Агентства телевизионных новостей Белтель радиокомпании и Министерства внутренних дел Республики Беларусь. А картина, лента посвящена столетию белорусской милиции. Вы снимались в этом сериале, если не ошибаюсь, то ли в седьмой, то ли в восьмой серии. Седьмая серия. Седьмая серия сыграли роль патрульного события 2008 года. Рассказывайте детали и подробности, как же вы оказались на съемочной площадке. Ну, изначально мы сериалу начали помогать костюмами с первых серий, потому что, опять же, я говорю, все уже привыкли к военным, всем кино и так далее. Милиция не так часто снимается, и поэтому решили все это собирать, привлечь всех. Это вы сейчас будете, да? Это я вот еду за рулем. Так. Вот. И я по типажу подошел на реально живущего сейчас сотрудника милиции, который здесь у нас сделал подвиг, который был ранен. И мне предложили, говорит, слушай, а вот можешь, ну, учитывая, что это достаточно большой опыт в съемках, документально-пластических картинах, как они вот представлены, у нас уже сотни за спиной. Я говорю, да, давайте попробуем. И вот у нас получилось. Кстати, а с прототипом, которого вы сыграли, в реальной жизни встретились? Не встретились, потому что не получался график, человек был на службе. Съемки у нас были в режиме ночью непосредственно, уже не хотели человека срывать. Но при этом дали хорошее интервью, описание самого подвига, который человек совершил. И мы максимально постарались его воплотить в жизнь. И было очень, на самом деле, не по себе, потому что, когда ты делаешь то, что у тех людей снимаешься в лице, кого ты играешь, их уже нету, ну, вроде, немножко проще. А так как человек посмотрит, он-то все помнит, он-то все знает, как это было. Все-таки потом при встрече еще и оценку свою даст. Ну, видимо, да, и без встречи тоже он даст оценку, да. Владимир, не могу не задать вам вопрос, так как вы являетесь руководителем клуба «Честь мундира». Чем сегодня занимается клуб и что в ваших планах? Ну, на самом деле, она немножко неполиткорректна. Клуб – это военно-историческое клубное объединение вообще. И у нас представители со всей Беларуси представлены, то есть во всех уже областях, несмотря на то, что жизнь, наше объединение начало именно в Гомеле, то есть центр его. Сейчас у нас ребята и с Минска, и с Гродно, ну, со всех областей состоят уже около 60 человек в нашем объединении. И сейчас наша основная задача, вот мы готовим, сейчас закрываем уже уходящий период по милиции уже столетия, да. У нас еще впереди столетие, тогда это НКВД было, КГБ, столетие вооруженных сил Республики Беларусь. Ну, это в рамках общих каких-то проектов. Ну, а так у нас ежегодно 9 мая. Ну, вот 9 мая все жители и гости нашего города имеют возможность увидеть вас в действии. Какие проекты еще готовятся горожанам? Ну, в том году мы сделали уже второй, в этом году, точнее, второй раз освобождение города Гомеле. Буквально недавно мы освободили Рогачев. Буквально неделю назад. Да, неделю назад освободили Рогачев. И ряд моментов мы все-таки хотим, чтобы освобождение, опять же, Гомеле стало уже ежегодной, доброй, хорошей традицией, как у нас есть и парад 9 мая, именно с ретро-техникой, потому что он из крупнейших парадов, то может быть самый крупный, имя частной ретро-техники. И в этом году, я не забегаю немножко вперед, мы хотим сделать самый большой парад. Если получится, дай бог, конечно, сил всем нам. Вот, ну, приглашаю 9 мая, надеюсь, мы встретимся. А это будет еще один повод прийти к нам в прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомеле» и рассказать об этом подробно. Спасибо вам большое за удивительный экскурс в историю костюма и за интересные рассказы. Это был Владимир Колот, который уже пообещал к нам прийти в гости еще раз. Кстати, телерадиокомпания «Гомель» также подготовила серию видеосюжетов, посвященных столетию гомельской милиции. Весь февраль по субботам в программе «Новины Рахиона» наши корреспонденты рассказывали о самых громких преступлениях прошлого века. Очередную серию, кстати, о героизме гомельских милиционеров смотрите завтра в программе, днем в программе «Новости региона». Ну а пока давайте посмотрим, как же на Гомельщине чествовали милиционеров по случаю 100-летнего юбилея. Торжественный концерт, посвященный столетию белорусской милиции, прошел в Гомеле 27 февраля в общественно-культурном центре. Здесь в холле УКЦ была организована выставка спецсредств и оружия, стоящего на вооружении бойцов ОМОНа. Сотрудники госавтоинспекции также показали последние достижения техники по контролю за скоростью. В мероприятии приняли участие руководство области, делегация управления МВД России по Брянской области. Но главными героями были сотрудники милиции, ветераны, их семьи, представители правоохранительных структур Гомельщины. Во время торжественного собрания лучшим сотрудникам гомельской милиции вручили медали, почетные грамоты, благодарности и переходящие призы за результаты в оперативно-служебной деятельности. Добрый вечер, Гомель. Вы смотрите в прямом эфире. Сегодня наша программа. Сегодня мы говорим о самых доблестных, самых мужественных милиционерах Гомельской области. Звоните в прямой эфир и поздравляйте их с праздником. Тем более, что у нас сегодня в гостях молодое поколение стражей порядка, семья милиционеров. Давайте с ними знакомиться подробно. Владислав Крикнин, подполковник милиции. Парка, азвакуументы. Ирина Амелина, майор милиции. Здравствуйте. Здравствуйте. И сыновья в этой замечательной семье, Ян и Тимур. Давайте знакомиться. Кто из вас кто? Меня зовут Ян. Очень приятно. И Тимур. Добрый вечер. Ну и продолжим немножко позже наш разговор. А пока что, Наталья, передаю слово вам. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях автор книги, посвященной столетию нашей гомельской милиции. Это Александр Некрашевич. И соавтор книги. Короче, сегодня в студии одни милиционеры. Можно даже сказать, что сегодня в нашей студии представлена еще одна интересная вещь, такой раритетный мотоцикл. Я думаю, с ним связано очень много интересных историй. Денис, расскажите, пожалуйста. Да, действительно, Наталья. Следует сказать, что в 60-е годы уже Министерство внутренних дел поставило перед собой задачу ускорить работу правоохранительных органов, доставку сотрудников милиции к местам происшествия, а также облегчить их труд в патрулировании и наведении общественного порядка. То есть конная милиция сменилась? Действительно. Вышли с предложением, и Ирбитский мотоциклетный завод разработал вот такой замечательный мотоцикл, который был на службе до 90-х годов, в чем его замечательная повышенная проходимость, скорость крейсерская до 140 км в час. Подключалась в некоторых модификациях люлька специализированная, которая была оборудована дополнительным приводом, что увеличило проходимость данного транспортного средства. Также на этом мотоцикле были установлены спецсигналы в виде мигалок, звуковая сирена. Звуковых нет, я так понимаю, сейчас сирен никаких, да? Следует сказать, что в этом транспортном сессии, то он был установлен нашими сотрудниками госавтоинспекции, которые чтят своих боевых друзей, установлен он на входе в ГАИ, и люди, которые туда приходят, могут его лицезреть. Спасибо, спасибо. Но это не все. На самом деле в нашей студии сегодня есть еще одна уникальная вещь, это вот эта вот машинка печатная. Я так понимаю, Денис, на ней печатались самые секретные документы. Да, действительно. Сотрудники милиции, это не только те, которые ходят и непосредственно задерживают преступников. Главное еще задокументировать процесс. И дабы ускорить это, было принято на вооружение в органах внутренних дел тогда, печатная машинка, на которой опрашивали свидетелей, потерпевших, писали постановления различные, запросы. Это увеличило производительность труда сотрудников милиции и, соответственно, позволяло больше времени проводить на улице и наводить общественный порядок. Все техники у нас стоят и хранятся. Спасибо большое, замечательно, Денис. Ну, на самом деле, я бы хотела, наверное, Александр, спросить еще у вас, кто такие Жегловы и Шараповы нашей гомельской милиции, те сотрудники, которые защищали мирных граждан в послевоенное время? Какой была тогда милиция? Ну, прежде всего, я хочу сказать о тех сотрудниках милиции, чьими именами названы улицы нашего города. Значит, во-первых, это вот Даниил Огаренко. Знаете, такая улица у нас есть, да? Это был начальник 4-го городского отделения милиции, тогда еще не было наименований по району. Вот как раз-то он при задержании бывшего полицейского, такого Безуевского, да, к сожалению, сложил свою голову. Значит, хочу рассказать, какие тогда были жесткие, довольно опасные преступники. Что такое опасный преступник? Вот в деревне Быч, да, бывшего Рогачевского района, не бывшего Рогачевского района, вернее, тогда она входила в эту деревню, в Рогачевский район, значит, была убита и сожжена в своем доме, значит, 83-летняя, да, женщина, таким преступником Лебедевым. Значит, ранее трижды судимым, значит, на его след уже сотрудники милиции вышли, но он, как говорят, матерый преступник, да, почувствовал за собой, скажем, наблюдение и ушел на нелегальное положение. Значит, вот сотрудники милиции во главе с уникальным начальником уголовного розыска Гомельского УВД Королевым, который впоследствии возглавлял уголовный розыск республики нашей, так, вышли на его след, и оперативная группа Гомельского уголовного розыска, значит, выбыла в деревне Заболоцкое, Чечерского района. Вы сейчас расскажете нам все карты, уже никто не захочет читать эту книгу, давайте оставим эту инстригу немножечко. Вы знаете, единственное, хочу привлечь еще внимание наших зрителей, в этой книге есть фотография, по-моему, 1957 года, поправьте меня, это гомельские воры в законе, которых наша милиция, по-моему, ну, схватила, что называется, на сходке. Я правильно все говорю? Ну, скажем так, столько гомельских воров в законе быть не может. Ну, на фотографии действительно. Нет, это воры со всего Советского Союза. Вот так вот. Одесса, Вашиловый град, значит, Харьков. А как они вы доказали гомельских воров? Что только по этому? Ну, они решили провести здесь сходку. Съездка. Так, да. Там было на повестке два вопроса, как они выносили. Значит, первый вопрос – это лишение статуса вора в законе некого Марика. Так, и такого вора еще они собираются обсуждать аучарки. Но, как мне пояснил тоже наш один из старейших сотрудников криминального блока, значит, Павел Иванович Дрок, который длительное время возглавлял тоже в головной розы. Потому что основная цель, конечно, их была не эта. А, как вы знаете, в 1953 году произошла большая амнистия, так, и было выпустено на свободу очень и очень много, значит, уголовных элементов. Вот они собрались к этому времени, чтобы попытаться разделить сферы влияния. Ну, естественно, скажем так, гомельская милиция решила их поделить немного по-другому. Всем из них было арестовано сразу же, да, по возбужденным уголовным делам, остальные направлены по месту жительства. Спасибо, Александр. Слушал бы, слушал бы, читал бы и читал, называется. Ну, для этого есть книга, которую можно прочитать. Обязательно. Я думаю, что одни из читателей этой книги сегодня у нас в гостях. Давайте поаплодируем. Владислав, вот мне терпится задать вам очень много вопросов. Вы работаете, если я правильно знаю, на загадочном полиграфе, он же детектор лжи. Да, это действительно так. Означает ли это, что вы можете просканировать человека, вот так, ну, скажем, видеть его как рентген насквозь? Ну, в какой-то мере, наверное, да. Вокруг этой машины, ну, ходит очень много различных, прямо, ну, ее наделяют мистическими свойствами. Так ли это? Какие преступления с ее помощью можно раскрыть? Какую тайную информацию выведать? Ну, хочу сказать, что, как бы, помощь в раскрытии многих преступлений оказала данная техника с участием наших специалистов. То есть можно перечислять и перечислять, вот. То есть все тайны вы раскрывать не станете этой таинственной машины? Наверное, да. Хорошо. А бывали ли когда-нибудь ситуации, когда вы оказывались, ну, скажем так, по ту сторону полиграфа? Да, я проходил опрос на полиграфе. То есть это было, когда производился отбор сотрудников, которые потом проходили обучение. То есть вот я, как бы, попал в число этих сотрудников, прошел и, соответственно, прошел обучение. Не страшно. Хорошо. Ну, все-таки это бездушная машина. Неужели люди не идут ни на какие хитрости, ухищрения, чтобы обмануть этот пресловутый полиграф? Да, действительно, пытаются, но их попытки тают. Да еще бы. То есть не получается. Я вот смотрю на вашу супругу Ирину. Она с неподдельным интересом слушает сейчас то, что я, то, что информацию, которую я пытаюсь вас выведать. А вот дома часто заходят разговоры о работе, Ирина? Нет, практически. Дома мы не общаемся, нам хватает. Мы работаем в одном здании. Очень, это очень комфортно. Всегда можно опереться на плечо своего супруга. Дома у нас есть дети, у нас большая дружная семья, и в этом плане мы уже не общаемся. Ну, и если я правильно понимаю, познакомились вы тоже на работе? Да, да. Познакомились на работе. Мы уже 14 лет вместе, поэтому встретили друг друга. Я была следователем, супруг экспертом. Ну, вот так. У меня вопрос к Яну и Тимуру. Расскажите, с такими профессиями родители сильно строгие? Ну, скажу так, что не очень, но папа иногда бывает строгий. Ну, так папы все строгие. С кем вы уроки любите делать? С мамой или с папой? Ну, когда как, но чаще всего папа помогает. Ну, говорят, что профессии родителей в большей степени и мире влияют на детей. Ты кем собираешься стать, когда вырастешь? Ну, я думала, чтобы стать милиционером, но так особо не определился. Думал стать милиционером. Ну, давайте поддержим это начинание бурными аплодисментами. Если я не ошибаюсь, кроме уроков и школы, у вас у каждого есть еще и свои увлечения. Чем увлекаешься? Я увлекаюсь вокалом, я пою, и я каратист. Ага. Ну, знаешь, я бы попросил тебя исполнить что-нибудь, показать из своей владения каратэ, но ты сегодня в костюме, поэтому я просто не рискну это сделать. Но, если я правильно понимаю, у вас в семье растет еще и танцор. Да. Каратист и танцор. Готов танцевать? Конечно. Давайте поддержим аплодисментами. Представь, что эта сцена, она твоя. Давай, ты в прямом эфире. Хлопушка. Ух ты ж. Первый класс. Хореографическая школа. Молодец. Спасибо огромное. Главное, не боится ничего. Вот такая замечательная семья, между прочим, у нас не только в милиции работают, но и каратэ занимаются, и танцуют, и поют, и, ну, хочется сказать, и билеты продают. Спасибо вам большое. С вами разговор продолжим немножко позже. Дорогие друзья, мы вернемся в нашу студию буквально через несколько мгновений после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем. На самом деле, вы можете позвонить к нам в студию 37519 и поздравить со столетием гомельской и белорусской милиции не только наших гостей, но и всех милиционеров гомельской области. Да и, в принципе, нас, обычных людей тоже. Мне кажется, это большой, даже великий праздник. Я так думаю. В любом случае, у нас такая возможность сегодня, конечно же, будет, но еще несколько вопросов, если позволите. Александр, Денис, вот начнем с вас, Александр. Автором книги вы стали не случайно, потому что 35 лет в милиции, я не могу об этом не рассказать. Вы все-таки прошли путь от милиционера патрульно-постовой службы до заместителя начальника УВД обл. исполкома. Дорогие друзья, мне кажется, что именно такой человек мог написать такую книгу. Скажите, ну только коротко, как вы считаете, как изменилась наша милиция? Даже с того момента, как вы там работали, вот люди, отношения к рядовому милиционеру? Ну я бы сказал так, изменения произошли в части, ну скажем так, что наша милиция сейчас стала намного оснащенней. Значит, вот как рассказал мой коллега, так, значит, преступность появилась новая. Это и киберпреступления, и преступления в банковской сфере, преступления в сфере нраво-незаконного оборота наркотиков. Значит, в 80-е годы, когда я приходил на службу, о них мы только думали, что это где-то далеко, возможно, даже на Марсе. Только такие преступления есть, потому что в Советском Союзе таких не было. Но постепенно развивалась и страна, к сожалению, развивается и преступность. Это надо всегда помнить. И надо всегда адекватно. Более жестче, как вы считаете, их больше боятся сегодня, можно так сказать? Ну, мы бы хотели, чтобы нас не боялись, а уважали. Уважали, замечательные слова, прекрасные слова. Кстати говоря, вам не приходила мысль написать серию детективных романов по вот таким вот историям, связанным с гомельской милицией? Ну, вот это интересный вопрос. Я вам сразу скажу, что в следующем году, в 2018-м, так, будут отмечаться столетия уголовного розыска. Отдельные сотрудники уголовного розыска, ну, скажем так, начали заниматься этой проблематикой. Я им оказывал помощь, так, в подборе определенных материалов. Если хватит желания, возможностей, то возможностей. А если будете считать, то желания, конечно же, хватит. Надо своих авторов, конечно же, уже как-то преподносить людям. Тем более у вас так хорошо получается. Денис, скажите, пожалуйста, как ваша семья относится к вашей работе? Положительно. Нет, ну это не ответ. Ну как? Пирожками кормят, бутерброды с собой в дорогу дают. Как? Начнем с того, что супруга и сын поддерживают, создают необходимую атмосферу дома, ждут со службы, готовят всякие сюрпризы. Это важно вообще для милиционера, что вы дома ждали? Для сотрудника милиции, любого человека, семья играет большого значения, поскольку мы живем, трудимся и развиваем наше общество именно для семьи, для своих близких. И защищаем в том числе и их покой. А чтобы на работе себя комфортно чувствовать и квалифицированно оказывать помощь людям, нужно, чтобы дома все было хорошо. А так как ты все время находишься на работе, то это все хорошо ложится на плечи родителей, жен, матерей. Скажите, как вы будете отмечать праздник завтра? С супругой, с родителями, по месту жительства. Будем... Наверное, торт будет, гости. Ну что ж, тогда, пользуясь случаем таким уникальным, вы можете прямо сейчас поздравить своих коллег с помощью нашей передачи. Всех, кого хотите. Да. Денис, начните вы, конечно. Я поздравляю всех своих коллег, ветеранов, органов внутренних дел, всю нашу страну с таким замечательным праздником, 100-летием белорусской милиции. Желаю всем крепкого здоровья, добра, благополучия в ваших семьях, чтобы все было хорошо, все ваши мечты, надежды сбывались. И чтобы вы профессионально росли и делали наше общество, наш мир лучше и оказывали людям незаменимую помощь в те моменты, когда они в ней нуждаются. Спасибо. Спасибо огромное. Александр, слушаем вас, пожалуйста. Всех сотрудников органов внутренних дел я поздравляю с этим знаменательным событием, столетиям белорусской милиции. Желаю всем, без исключения, карьерного роста, здоровья, благополучия в семье, ну и всем сотрудникам, да, которые занимаются раскрытием преступлений, оперативной удачей. Ну, а остальным успехов на своем служебном поприще. Спасибо. Ну, а мы ждем от вас новых книг, конечно же. Позволь продолжить семейную тему, Владислав, скажите, а почему именно милиция? Ну, это выбор был сознательный. Наверное, на него все-таки повлиял советский кинематограф тех времен, то есть это 90-е годы. Да, такие герои, как Глеб Жеглов, Шарапов, там и тому подобное. Вот, поэтому остановился я на этой специальности. Вот смотрите, сейчас, когда вы уже в этой специальности знаете все и даже чуть больше и смотрите российские сериалы про ваших коллег, насколько «Правда в жизни» отличается от «Правды в кино» в тех же сериалах? Ну, знаете, в кино, скорее всего, показывают уже такие выборочные моменты. Той кропотливой и трудоемкой работы, которую выполняют на самом деле сотрудники, в кино все это не вместишь. Вот, поэтому на самом деле эта работа намного интереснее, вот. Кропотливее. Кропотливее, сложнее. Сложнее и больше стрессов. Это, да, да, есть такое дело, присутствует. Ирина, ну почему не актриса, не певица, не модель, а почему тоже именно в милицию? Также закончила юридический факультет и вот пошла работать следователем по распределению. Пришла, отработала в Новобелецком отделе. То есть тоже выбор был целенаправленный? Да, целенаправленный. А потом решила сменить уголовные дела на личные дела. Я сейчас работаю старшим инспектором отделения комплектования, управления идеологической работой кадрового обеспечения. Подбираем кандидатов на службу, комплектуем нашу милицию. Ну, какая у вас ответственная работа. Кстати, а женщин в милиции сегодня много? Достаточно, хватает. То есть, если, например, по сравнению с тем, что было 10 лет назад? Да, работают они наравне с мужчинами. Им тяжело, но они перевозмогают и работают, исправляются, я думаю, достойно со своей работой. Как будете отмечать праздник? Ну, конечно, тортик, конечно, шашлык. Отлично, сезон заодно можно будет весенний открыт. Ну что ж, у вас есть сейчас уникальная возможность поздравить всех ваших коллег с наступающим праздником. Давайте. Владислав. Хочу присоединиться к уже сказанным поздравлениям и пожелать к сказанному профессионализма. Достижения наивысших вершин в том деле, которым занимается. Всем здоровья, счастья, весеннего настроения, всего хорошего и всех с праздником. Спасибо вам большое. Ирина, я не могу от нашей программы, я не могу отпустить вас без цветов, эти цветы от нашей программы и от всех наших зрителей, специально для вас в этом смеси. Дорогие друзья, вы видите, какая красивая милицейская семья сегодня в нашей студии, какие действительно замечательные люди сегодня стали гостями нашей передачи. У нас есть небольшой такой видеосюжет, если можно так сказать. Подготовленный буквально сегодня утром. Да, подготовленный нашими коллегами сегодня утром о том, какая же милиция сегодня. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, мы здесь в полном восторге. Действительно, наши коллеги постарались. Спасибо большое. Ну, а мы хотим еще раз поздравить всех с Днем милиции, со столетием, с юбилеем. И, конечно же, хотим сказать огромное спасибо всем милиционерам. Не важно, это обычный милиционер или генерал, но каждый из вас, дорогие друзья, конечно же, делает большое дело. Прежде всего он служит Родине. Так что спасибо вам большое. Потому что профессия милиционера является одной из немногих, где и в мирное время есть место подвигу и отваге. Так что примите слова благодарности и от нас, и от наших зрителей. Да. Спасибо, дорогие друзья, за этот эфир. Это был «Добрый вечер» на «Беларусь-4». Увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова